Свод правил за 1987 год СНИП. По нему ориентировались очень долго. В 2017 году, даже немного ранее, появилось новое руководство для определения ГОСТов и стандартов. Оно более ожесточенным и более скрупулезно в плане сдачи для рабочих. В чем конкретно это проявляется? Давайте обратим внимание. Я открыл свод правил от 2017 года. Более актуализированная редакция СНИПа того же 1987 года. То есть тот же самый, но немного модернизированная, немного усовершенствованная. Почему многие ориентируются еще на 1987 год? Потому что практически то же самое осталось, но что-то изменилось. Вот что конкретно я хотел бы сравнить. Мы сегодня будем говорить о штукатурке и шпаклевке. Нас это интересует. По штукатуркам. Простая штукатурка. Все без изменения. На 3 мм, на 1 м. Все то же самое. Измеритель двухметровой рейка. Это что касается простой штукатурки. Штукатурка, которая идет улучшенная. Вот она улучшенная штукатурка. Не более двух миллиметров на 1 м. И последнее. Вот что у нас изменилось. Высококачественная штукатурка. Не более 0,5 мм. Раньше было не более миллиметра. То есть, на 0,5 мм качество улучшилось. То есть, это получается, что по измерению, по стандартам на 0,5 мм качество у нас запрос, спрос точнее на качество по сдаче работы увеличилось. Поэтому, о чем это говорит? Это говорит о том, что более стали такие, если мы говорим о высококачественной штукатурке, то запросы стали более, планочку более задрали. Можно так сказать, в половину раза. То есть, был 1 мм, стало 0,5 мм. Вот. И еще. Что еще изменилось? То есть, это что касается штукатурки. По всем остальным параметрам все то же самое. Обратите внимание, мне еще непонятно другой момент. То есть, это мы говорим о отклонении от вертикали полмиллиметра. По горизонтали также 1 мм остался. Вот обратите внимание, видите? На 1 мр 1. А по вертикали 0,5 мм. Почему? Непонятно. То есть, значит, больше горизонт ловим. Да. Вот. Хотя написано не более 5 мм на всю высоту. То есть, такой же параметр. В том снипе за 87-й год так же все и было написано. Не более 5 мм на всю высоту. Вот. Поэтому. И еще. Это относительно штукатурки. То есть, качество поднялось. И относительно шпаклевки. Относительно шпаклевки хочу показать, что появились вот эти новые параметры. К1, К2, К3, К4. Раньше их не было. Вот. Для наглядности давайте я вам открою. И вы убедитесь сами. Открываем свод правил. И смотрим. Ну вот. Еще раз хочу про штукатурки посмотреть, какая была раскладка. Вот. Пожалуйста. Простая 3 мм. Улучшенная 2 мм. Высококачественная 1 мм. Все то же самое. По вертикали не больше 15 мм простая. Не больше 10 мм на всю длину стены – это улучшенная. И не больше 5 мм – это высококачественная. Все то же самое. Вот только на полмиллиметра улучшилась высококачественная штукатурка. Теперь по шпаклевке. Обратите внимание. Вот мы листаем. Что здесь вообще про шпаклевку написано? То есть мы... Я не нашел вообще здесь ничего про... Вот смотрите. Штукатурные работы. Вот. Не. Здесь есть. Здесь оговорочка есть. Смотрите. Вот. Малярные работы. Малярных работ. Вот. Про шпаклевку. Смотрим. То есть здесь написана характеристика, как вот по таблице, по какой таблице следует иносить. Допустимая толщина шпаклевки 0,5 мм. То есть... Ну, как стандарт, да, идет. То есть ничего конкретного здесь не написано по шпаклевке, да. То есть по поверхности никакой информации. Никакой. То есть как проверять, что делать, непонятно, да. Поверхность каждого слоя малярного покрытия при улучшенной высококачественной внутренней окраске без водными составами должна быть ровной, без потеков краски. Ну, то есть общая информация. То есть шпаклевка и окрасочное покрытие. 25 мкм. Вот. То есть все. Дальше идет следующая информация. То есть по шпаклевке информация очень скудная. Поэтому принимать шпаклевочные работы малярные практически непонятно, как можно было. Что изменилось на сегодняшний день по СНИПам? Вот смотрите, мы также листаем. Я открыл уже новый СНИП. Вот они штукатурки наши. Листаю, листаю. Дальше идет у нас шпаклевочные работы. Да, вот идет, 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 идет. И качество. Качество. Оба-на! Первая позиция, которая у нас появилась, которой не было ранее. Пожалуйста. К1, К2, К3 и К4. Вот оно, качество, которое у нас появилось. Вот что изменилось. То есть вот благодаря вот этим... То есть это все внесено у нас в СП. То есть раньше СНИП назывался, да, сейчас называется свод правил. Вот. Но в принципе практически то же самое, только вот эта вот табличка, она теперь тоже есть в своде правил. Поэтому если вы договариваетесь с заказчиками на какие-то позиции, то есть по своду правил, он может на что-то апеллировать. То есть какое-то качество от вас потребует. И вы должны это качество знать. Вы должны понимать, что в каком качестве, вот, под какое покрытие идет каждое качество. Вот смотрите, К1, это идет очень грубое, да. То есть под плитки, листовые материалы, то есть очень грубое покрытие, да. Второе идет под нанесение структурных красок, покрытие и также тяжелый обои. Это К2, К3, она уже идет для бумажных флизелиновых обоев, да, для уже матовых красок, но не глянцевых, да. То есть это вот самое распространенное покрытие К3, да. Вот. И обратите внимание, здесь идут методы контроля, правая графа. То есть вот по этой графе вас будут контролировать. Это как бы является законным. То есть если вы договоритесь на какое качество, вот по этой графе, если вы не знаете этого, то вы можете, можно так сказать, попасть, да. То есть вы не будете подготовлены. Что от вас может потребовать закачка? То есть вы должны понимать, да, что вот, например, качество К3, давайте вот посмотрим. Смотрите, допускается наличие следов от абразива. Что такое абразив? То есть шлифовальный материал, то есть наждачка, да, применяемый при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 миллиметра. Что такое 0,3 миллиметра? Это зерна, это одна фракция зерна, витамид ЛР+. То есть вот такие вот царапины допускаются. То есть это нормально. Вот такие царапины при качестве К3 допускаются. Вот, то есть тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше. Что такое значительно меньше? Такое абстрактное понятие, вот, но это как бы спорно. То есть можно доказать, что они меньше, а закачка скажет, что их больше, да. То есть здесь, я считаю, такая вот непонятная формулировка, что значит значительно меньше, да. Вот, при поверхности К2. То есть если сравнить с К2, ну, для этого нам нужно тогда сделать одну стену К2 и вторую К3 и сравнить. Тогда мы можем понять, что, о, да, вот здесь меньше, а там больше. Поэтому здесь вот немного непонятность, такой свод правил. То есть такая лазейка для заказчиков и для рабочих. То есть как кто хочет, так и понимает. Вот, поэтому здесь я уже не говорю по К4 качеству. Вот К4 качество, я считаю, здесь вообще такой нереальный стоит, как сказать, ну, я бы сказал, идеальное качество. Вот так. Почему? Почему я так говорю? Делает ли кто-то такое качество? Я про себя могу сказать, что нет. Почему? Почему я так говорю? Смотрите, что здесь написано. То есть мы смотрим, во-первых, для чего это качество? Это идет для венецианской штукатурки, высококачественного глянца, окраска, тонкослойные полуматовые глянцевые покрытия, с аппарата безвоздушного распыления, тончайшие металлизированные обои, глянцевые фотообои. И, то есть, рекомендуется при установке бокового освещения. То есть, где скользящий свет, там такое качество. Но, как это все принимается? Я так все это делал, да? Я сдавал объект и все. Но, как происходит приемка? Давайте посмотрим вот в последнем графе. Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента. Это нареканий нет. Да, такого не... Ну, возможности, конечно, мы это устраняем. Такого не бывает. Сплошной визуальный осмотр. То есть, заказчик берет лампу, подставляет ее скользящим светом, потому что мы делаем подбоковое освещение, рекомендуется. Вот, поэтому под скользящий свет заказчик проверяет всю стену. Обратите внимание дальше, что написано. Тени от бокового света не допускаются. Что такое... Как это понимать? То есть, если вы подставляли лампочку к своей стене, если вы как рабочий, то вы примерно понимаете, о чем идет речь. Я уже не говорю про лампу осева или каких-нибудь там убийц-маляра, как их называют. То есть, когда идет линза, и она пробивает все дефекты, малейшие наслоения, малейшие микроны, все это высвечивает. То есть, фактически получается, вот эта формулировка, она может вас подставить. То есть, здесь не совсем корректно сформулировано предложение. То есть, не допускается тени. То есть, они есть. Если мы включаем... Вот даже вот у меня лампу осева я когда включал, можете посмотреть предыдущие ролики. То есть, обычный прожектор я включаю, даже там идет периметральный свет, ничего не видно. Если я включаю лампу осева, у меня идут светотени. То есть, этого не избежать. Это такая лампа. То есть, она сделана специально для нас. То есть, мы как мастера можем видеть какие-то коррективы, где-то что-то. Если это нормально, мы это оставляем. Это не видно. Это видно только на свете этой лампы. Так ее не видно. Но, если фактически получается, здесь напишена сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника. Лампа осева является ручной боковой светильник. Да. Можно ее использовать для сдачи, для приемки работы. Можно. То есть, если заказчик возьмет эту лампу, фактически сделает засвет. И по вот этому своду правилу К4 у вас не пройдет. Просто-напросто. Потому что любую светотень малейшая. Лампа это высветит. Фактически получается, что этот свод правил нужно дорабатывать. Потому что, как бы вы ни старались, я говорю, такой засвет линзы, он не для проверки. Не для проверки. Хотя некоторые могут это использовать. Могут использовать кто? Тот, кто не хочет заплатить, например. То есть, понимая, что такие вещи, они не при визуализации, когда уже будет непосредственно в обычном интерьере. Там свет обычный, дневной свет. Этого вообще видно не будет. То есть, это такой микрон, который там, я не знаю, который просто никак не увидишь. Но с помощью таких ламп он засветится. Является ли это лазейка, что тени от бокового света не допускаются? Вот именно вот это предложение. Для того, чтобы не принять вашу работу, я считаю, все может быть. Поэтому, договариваясь на качество К4, мы должны быть осторожными в этом отношении. То есть, как происходит приемка. И договариваться ли на это качество. Вот после того, как я прочитал вот этот свод правил, я, честно говоря, настораживаюсь давать, по крайней мере, под договор. А тем более, под каких-то проблемных заказчиков. Если мы видим, что заказчик пытается где-то что-то как-то сэкономить, то есть маленький такой звоночек для нас, что в этом аспекте есть лазейка. То есть, тени от бокового света не допускаются. Сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника. И у вас просто не пройдет. Даже если вы там посчитаете двойную и тройную цену, вы просто не сдадите. Просто не сдадите. Поэтому будьте осторожны в этом моменте. Многие говорят, что зачем вы снимаете такие ролики, зачем вы об этом говорите. Я это говорю, потому что если это не высветить... Да, сейчас может увидеть это заказчики посмотреть. Но мы должны быть готовы к этому. То есть, это уже есть. То есть, то, что мы об этом не знаем, это ни о чем не говорит. То есть, заказчики этим уже пользуются. Это мы не знаем только это. Поэтому, если мы эту проблему не обрисуем, если мы неграмотно договоримся, в конечном итоге мы только пострадаем. То есть, заказчик не пострадает. Заказчику мы сделали работу, он понимает, что это хорошая работа. Но он может за свет такой сделать, что просто нам деньги не заплатить. Правильно? И все это в рамках свода правил. Вот он апеллировать будет на это предложение. Тени от бокового света не допускаются. Все. А какой лампой? Здесь не написано. Здесь не написано, насколько ватт. Насколько она должна. Какой мощности. Какая линза должна быть. Здесь не написано ничего. Поэтому на основании этого можно любую лампу включать. Если малейший боковой какой-то тень какая-то идет при боковом свете. Все. То есть, не допускается. Поэтому договариваясь на качество К4. Да, качества у нас очень сильно поднялись. Многие говорят, что раньше было намного проще. И я соглашусь с этим. На самом деле, многие нюансы. Вот К3 за глаза. Это самая верхушка, какие мы делаем. И этого достаточно. Ну, насчет того, что вот царапины 0,3. Ну, да. Можно, конечно. То есть, 0,3 идут царапины, когда мы шпаклюем грубыми шпаклевками финишными. Если мы шпаклюем такими, как уже шутрок, семи, у них 0,03, 0,02 миллиметра. Это что такое? Это фракция, которая сама чертит. То есть, когда мы шлифуем наждачкой, у нас фракция начинает рисовать рисунок на шпаклевке. То есть, вот этот камушек внутренний. Вот как раз у витамита он 0,3. А вот у финишных паст он идет в 10 раз мельче. И понятно, что качество будет намного лучше, чем Q3 здесь написано. Но все равно это как страховка для рабочих. Что в любом случае это будет лучше. То есть, в любом случае мы лучше сделаем, чем здесь написано. Но вот в отношении Q4, я считаю, здесь нужно доработать снип. То есть, вот правило некорректно отражено. Вот это моя точка зрения. Напишите свою точку зрения. Как вы считаете? Вообще, кто-то делал по такому качеству? Принимали? Если принимали, то как? Как принимают качество Q4? Апеллирует ли на боковой свет? Если да, то на какой? Сколько ватт? Какой мощности? И вот эти нюансы. Будет интересно, я думаю, это в комментариях написать. Чтобы все это видели и знали. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо всем за просмотр.